Мы сегодня будем вместе читать Слово Божие. Ивангелие от Матфея, 10 глава, 2 по 4 стих. Ивангелие от Матфея, 10, 2, 3, 4. Ивангелие от Матфея, 10 глава, 2 по 4 стих. Иаков Алфеев, и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который и предал его. Аминь. Итак, здесь мы с вами только что почитали перечисление 12 апостолов, которые избрал наш Господь Иисус для того, чтобы они проповедовали Его Слово. И мы знаем, что прежде чем Господь это сделал, Он ночь провел молитвы, Он искал лица Своего Небесного Отца, просил у Него руководства для того, чтобы эти люди, они не были случайными, не были теми, кого Отец предназначил. Мы знаем, в этом для нас большой пример того, чтобы мы прежде чем что-то делаем, принимаем какие-то решения, особенно важные решения, не забывали никогда молиться Господу и спрашивать Его водительство, Его воли. Потому что, когда мы спрашиваем, когда мы ищем Господа, когда Его воля становится приоритетной для нашей жизни, тогда Господь, Он отвечает и ведет нас. Итак, эти 12, которые были избраны и призваны на них, лежала ответственность, чтобы нести, прежде всего, Слово Божие, Евангелие, быть первыми вестниками наступления Царства Божьего. И мы знаем, что Господь дал этим людям власть. Эта власть заключалась в том, что они могли изгонять бесов, они могли молиться за больных людей, и они были здоровыми. Эта власть, она дана была для того, чтобы, прежде всего, было подтверждено то Слово, которое они проповедовали, о спасении через покаяние и веру в Иисуса Христа. Основная цель их призвания было проповедовать, что приблизилось Царство Божье. А чудеса и знамения, которые сопровождали их служение, были знамением и подтверждением того, что эти люди, они не просто говорят слова, за которыми ничего не стоит, но они говорят слова Божьи, и это подтверждается тем, что Бог сопровождает их служение с силами, чудесами и знамениями. Это был тот момент, когда эти 12 примерно уже полтора года были с Иисусом. Но до этого момента они не были избраны как 12, они никак не участвовали в служении, они просто были наблюдателями и слушателями, которые постоянно находились с Иисусом и следовали за Ним. И вот наступил момент, когда эти слушатели, они должны были стать апостолами, когда их следование за Иисусом, их общение с Иисусом должно было перейти в другую, более близкую форму. И мы видим, что апостолы были обычные люди. И среди них не было людей, которые отличались, например, тем, что они были из высшего общества, аристократами, либо были священниками. Это были достаточно простые люди. И мы видим, что большинство из них были рыбаками. Например, Петр и Андрей, они были рыбаками, это два брата. И потом мы знаем также, что Иоанн и Иаков также были рыбаками. Мы знаем, что Матфей, он был мытарем, то есть сборщиком налогов. Но профессии остальных апостолов мы не знаем. Кем они были, мы также не знаем. Мы знаем, что эти были рыбаками, этот был мытарем, остальные не знаем, кем были, но они последовали за Иисусом, они стали Его учениками и призваны были стать двенадцатью апостолами, на которых лежала великая миссия и ответственность проповедовать Евангелие. Они были теми людьми, на основании которых было заложено Церковь Иисуса Христа. Они те, которые принесли учение евангельское и передали это учение. Когда мы читаем Новый Завет, то мы находим, что перечисление апостолов, оно находится в трех книгах Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и книги Деяния. И он не перечисляет апостолов так, как это делают другие, но в четырех местах Священного Писания мы видим это перечисление, когда перечисляется поименно. И когда мы читаем эти перечисления, то мы можем увидеть, что апостолы, они как бы были разбиты на три группы. Первую группу составляли братья Петр и Андрей, Иоанн и Иаков. Это первая группа. Вторая группа состояла из Филиппа, Варфоломия, Фомы и Матфея. Третья группа – Иаков, сын Алфея, Фадей, Симон, Зилот и Иуда и Скариот. И мы видим, что вот эти три группы и общение Иисуса с этими людьми, оно немножко отличалось. Прежде всего мы видим, что Господь наиболее близко был с первой группой учеников. Это Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Чаще всего и ближе всего он находился с этими людьми. Но потом он, конечно же, общался и с другими, которые ходили также в эту группу, но более всего эти люди первой группы были приближены к нему. И сегодня мы с вами поговорим в большей степени об одном человеке, который отличался со всех, который всегда во всех перечислениях был назван первым. Это Петр. И мы понимаем, что он был назван первым не по причине того, что он первый пришел, или первый был призван. Кстати, он был призван вторым. Первым был призван Андрей, его брат. Иногда мы можем слышать такое выражение, как Андрей первозванный. Вот это брат Петра, который был первым призван, и уже он потом рассказал Петру. Но во всех перечислениях, Петр, он на первом месте. И причина, почему он на первом месте, потому что он выделялся со всех, и он был старшим среди апостолов. И Господь больше всего проводил с ним времени, больше всего с ним общался. Петр всегда, он старался быть первым. И он чаще всего обращался к Иисусу, он чаще всего, чаще всего Иисус к ним обращался. И, кстати, сказать, что в Новом Завете после имени Иисуса, имя Петра занимает второе место по тому, сколько раз оно упоминается. Это само по себе свидетельствует о его важной роли, которым была ему дана Господа в Новом Завете. Чаще всего мы слышим имя Иисуса в Новом Завете, это понятно, Он Господь. Но дальше следующее имя, которое чаще всего употребляется в Новом Завете, это имя Петра. Итак, Петр, он был родом из Вевсаиды. И затем мы знаем из Священного Писания, что он вместе своей семьей, с отцом Иоанном, братом Андреем, он переселился в Капернаум. И в Капернауме он жил, и мы знаем, что это место, город этот Капернаум, и дом Петра стал своего рода резиденцией нашего Господа Иисуса Христа. Когда Господь совершал свои путешествия, проповедуя, он всякий раз возвращался к Капернауму. Это было место, где он чаще всего останавливался. Мы знаем, что Петр до того, как он пришел к Господу, стал апостолом, он был уже женат, у него была теща, у него была жена. И, например, мы читаем 1 Коринфянам 9.5 из слов апостола Павла, что уже после смерти и воскресения нашего Господа, когда Петр исполнял свое апостольское служение, его сопровождала жена, то есть с ним была жена. И апостол Петр, он был избран Господом Иисусом Христом для того, чтобы быть первым из апостолов. И когда мы читаем о Петре, о его поведении, о его жизни, о его поступках, то мы видим человека, который был очень импульсивным, человека, который был достаточно резким, непостоянным. И когда он родился, родители дали ему имя Симон. И имя Симон означает «тростник» или «колеблемый». Это имя, оно отображало его характер, то, каким он был по характеру. То есть колебникный, непостоянный, такой резкий человек, неуравновешенный часто человек. Но когда Господь Иисус призвал его быть апостолом, он переменил его имя и дал ему имя Петр. И Петр означает «камень». Мы знаем, что есть огромная разница между тростником и камнем. И разница огромная, потому что тростник – это то, что легко сломать, легко колеблется. Камень – это то, что не легко сломать, это твердое что-то. И причина, почему Иисус дал ему второе имя Петр вместо Симона заключается в том, что тем самым Господь показал ему, что он хочет изменить его, то, что он из Симона, который колеблемый, как тростник, хочет сделать Петра, который твердый, как камень. Это причина, почему он изменил имя, чтобы показать ему, каким он хочет его сделать. И удивительно то, что когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что когда Петр поступал неправильно, неверно, то Иисус называл его Симон. Таким образом подчеркнул, что Петр поступает, как по своей старой природе, по-плоцки поступает. Но когда Петр делал правильные выводы, правильно говорил, то тогда Иисус называл его Петр, тем самым подчеркивая, что он поступает по своей новой природе. И мы видим, что вот этот процесс, который Господь начал в Симоне, он закончился тем, что он сделал с него Петра, камень. Для этого нужно было время, для этого нужны были усилия. И это был определенный план для этого человека, потому что первоначально, когда он был призван, он не подходил для той роли, которая ему предназначена свыше, Отцом Небесным. Но постепенно изменяясь, преобразовываясь, он стал тем человеком, который первый начал проповедовать Евангелие в День Пятидесятницы, тот, который смело стоял перед иудеями, проповедуя покаяние и веру в Иисуса Христа. Но для того, чтобы это произошло, необходимо было время и работа Духа Святого в его жизни. Каждый из нас, он пришел к Господу, в определенное время. И когда мы пришли к Господу, мы уже что-то из себя представляли. Кем-то были. В определенной степени мы сложились как люди, в зависимости от того, в каком возрасте мы пришли. Но воля Божья заключается в том, что когда Он призвал нас, когда мы обратились, стали христианами, то Господь начал свою работу внутри нас для того, чтобы преобразовать и изменить нас в образ Сына Своего Иисуса Христа. И эта работа, она для каждого христианина и в каждом христианине. И апостол Павел говорит, что Господь, начавший работу Свою Духом Святым в нас, Он продолжает ее и будет продолжать до тех пор, пока мы будем еще оставаться на этой земле. Поэтому христианство – это преображение или это религия преображения и изменения в образ Иисуса Христа. И вот в жизни Петра и тех, которые были призваны, начался особый момент, когда Дух Святой, когда Иисус начал заниматься ими более усердно, то есть более внимательно или ежедневно преобразуя и изменяя их той миссией, которой они были призваны Господом. Итак, почему же Петр все-таки был первым? Почему же о Петре больше сказано, чем о других? Прежде всего, давайте посмотрим на то, как вел себя апостол Петр, когда он был с Иисусом. По крайней мере, мы читаем это в Новом Завете, то время, когда он находился с Иисусом, то, как он вел себя, что он говорил, дает характеристику его личности, того, кем он являлся. Безусловно, Петр, наверное, обладал наибольшим потенциалом среди всех тех, которые были призваны Иисусом Христом. По крайней мере, мы видим в Новом Завете, что он постоянно задавал Иисусу вопросы. Больше, чем кто-либо. Петр, он постоянно обращался к Иисусу и спрашивал, почему Смокомница засохла, когда будет храм разрушен, когда наступит это время. То есть, он был человеком любознательным и постоянно стремился к тому, чтобы быть как можно ближе к Иисусу и задавать Ему вопросы, спрашивать у Него, если он что-то не понимал. Иногда эти вопросы были достаточно глупые, но само по себе, вот это состояние его сердца, узнать, как же правильно, в чем же заключается истина, как Иисус думает об этом вопросе. Это чувство вот этой духовной жажды и знания постоянно присутствовало у Него. Мы не видим вот такого отношения к Иисусу со стороны других апостолов. Скорее всего, когда им было что-то непонятно, то они где-то, может, между собой разбирались, рассуждали, но мы не видим, что другие часто как-то задавали вопросы Иисусу. Чаще всего это был Петр. Иногда даже он единственный, кто мог оспаривать Иисуса, даже спорить с Иисусом, говоря однажды, что, Господи, да не будет с тобой такого. Ты не должен так пострадать. То есть мы видим Петра как человека, жаждущего истины, стремящегося к истины, спрашивающего Иисуса. И Иисус работал с Петром по этой причине, потому что он искал, он хотел знать, он копался, он спрашивал, он хотел познавать истину. Это то качество, которое нравилось Иисусу. Это качество, оно привлекало Петра ближе к Иисусу, и также Иисус был ближе к нему, потому что он постоянно обращался к нему, он постоянно спрашивал, он хотел быть в общении с ним. Я думаю, это то качество, которое очень важно и для нас с вами сегодня. Потому что у Бога есть много того, что бы Он нам хотел открыть и что бы Он нам хотел показать. Господь желает, чтобы мы духовно были грамотными, духовно росли, духовно были зрячими и понимали духовные истины, духовные законы. Господь не желает, чтобы мы, став младенцами, когда мы обратились к Господу, духовными младенцами, так и оставались этими младенцами. Божья воля заключается в том, чтобы все мы росли в полноту возраста Христова, чтобы в нашей жизни происходил этот постоянный процесс ученичества, когда мы духовно становились все более зрелыми, когда Господь открывал бы нам все больше и больше своих истин, которые когда-то нам были непонятны, но стали понятны. Для нас важно иметь вот эту жажду духовную, которую имел Петр, к Слову Божьему, пониманию Слова Божьего. И у Петра была эта жажда, было это стремление познавать истину, он спрашивал, он обращался к Иисусу, он хотел быть как можно ближе к Иисусу, и это хорошее качество, которое ценил и которое ценит Господь. И это качество, оно должно присутствовать в нас и развиваться в нас. Мы должны испытывать эту жажду по Слову, это стремление к познанию истины, желанию познавать все больше и больше из того, что у Бога есть для нас, из Слова Божьего. Читая его, размышляя о нем, молясь и спрашивая у Господа, когда мы что-то не понимаем. И Господь способен истолковать, и давать нам понимание свое слово, если у нас есть жажда и стремление к тому, чтобы понимать его. И проблема заключается в том, когда человек, став христианином, он достаточно не испытывает жажды по Слову Божьему, он питается только, может быть, воскресной проповедью, и этого не будет достаточно. Это хорошо, когда мы приходим на богослужение, когда мы слушаем Слово Божьего, но этого недостаточно. Наш духовный, внутренний человек для того, чтобы расти, нуждается в том, чтобы мы ежедневно употребляли духовную пищу, ежедневно соприкасались с Божьим Словом и через Божье Слово росли, познавали истину. А по истину нам познавать очень важно, потому что Иисус сказал, что когда мы познаем истину, то мы становимся свободными. Это путь к свободе, духовной свободе. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И основная проблема, почему верующие иногда испытывают несвободу в какой-то сфере своей жизни, зачастую связана, что вопрос познания этой истины в этой сфере для них еще закрыт. Они не знают, они не понимают, как правильно, как нужно, в результате находятся в несвободе, испытывают определенные проблемы. И Петр для нас является хорошим примером. Человека, который стремился познавать истину, который спрашивал, который интересовался, который задавал вопросы. И Господь отвечал ему на вопросы. Это не то, что надоедало Иисусу. Иисусу нравится, когда у нас есть вопросы. Ему нравится, когда мы интересуемся ответами, которые мы не знаем. И, безусловно, он желает открывать и показывать нам, есть ли в нашем сердце есть заинтересованность и жажда. Когда мы смотрим на жизнь Петра, то мы видим, что Петр, он был тем человеком, который первый проявлял инициативу, когда возникали какие-то ситуации, и нужно было проявить инициативу. Однажды Господь задал вопрос, за кого почитают меня люди? Как они относятся? Кто я в глазах их? И, конечно же, мы понимаем, кто первый может ответить на этот вопрос? Конечно же, Петр. Петр первый, не ожидая долго, не раскачиваясь долго, первый начинает говорить, «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть мы видим Петра как очень инициативного человека, человека действия, человека, который не стоит на месте, а хочет действовать, хочет как-то проявлять себя, хочет что-то делать. И постоянно он был таким, он всегда старался быть первым, проявлял инициативу для того, чтобы что-то делать. И это является также для нас очень хорошим примером для того, чтобы мы с вами проявляли инициативу в своей духовной жизни. Что это значит? Это значит, прежде всего, чтобы мы молились «Господь, что я могу сделать для Тебя? Каким образом я могу послужить для Тебя? Что я могу сделать, чтобы Ты хотел, чтобы я это сделал?» То есть это желание проявлять инициативу, что-то делать для Господа. Возможно, мы услышим, Господь скажет «Молодец, Ты делаешь то, что сейчас, это моя воля, продолжай это делать, хорошо, Господь? Но я хотел бы еще что-то, я хотел бы еще больше сделать что-то для Тебя». То есть это правильное состояние верующего, когда он не хочет быть просто пассивным, а желает в чем-то участвовать, проявлять инициативу, прилажать свое усердие и старание к тому, чтобы послужить для Господа, сделать что-то для Него. Вот это то, что было у Петра, желание проявить инициативу, что-то сделать. Не быть пассивным, но быть активным в служении Иисусу. И я думаю, что это то, что очень важно для нас. Мы понимаем, что когда Господь призвал нас, то определенно Он имеет определенный план и определенные цели для нашей жизни. Он имеет определенные дары, которые Он дал и которые Он желает еще дать нам. И мы понимаем, что если мы будем пассивны в том, что у нас уже есть, и не будем это применять, то тогда мы просто похороним и спрячем то, что было дано для служения, для того, чтобы это принесло пользу для Царства Божьего. И нам важно молиться об этом и просить Господа, чтобы Он помог нам не похоронить то, что есть внутри нас. Не быть пассивными, но быть активными в том, чтобы исполнить то предназначение и ту волю, которая у Бога есть в отношении моей и вашей жизни, моей и вашей судьбы. И Богу нравится такое положение или желание проявлять активность. И мы видим, что это те причины, по которым Петр, он стал первым из апостола, потому что он был инициативный человек, он был лидер, который хотел проявлять инициативу и что-то делать, и не был пассивным человеком. Мы видим много примеров в Священном Писании, когда Петр, он проявлял активность и всегда старался быть в гуще событий. Там, где что-то происходило, он всегда хотел быть в центре. После того, как Господь воскрес из мертвых, когда ученики услышали, когда им была передана эта весть, то Петр побежал ко гробу. И Иоанн побежал ко гробу, но в этот раз Петр был вторым. И причина, почему он был вторым, потому что Иоанн бежал быстрее. Это единственная причина, почему он был вторым, потому что кто-то бежал быстрее. Но в Петре было вот это чувство и желание быть первым, стремиться к тому, чтобы что-то делать, проявлять инициативу, быть в гуще событий. Надо сказать, что, возможно, за этим кто-то может увидеть гордость, скрытую гордость, желание первенствовать или желание выделяться. Безусловно, иногда люди испытывают это желание быть первым, проявляя инициативу, желая быть в гуще событий. Они могут быть движимы вот этим чувством гордости, чтобы просто выделиться, быть не таким, как все, занять какое-то особое положение или особое место. Снискать себе славу или быть на виду у других. И, конечно же, это неправильно. Конечно же, наше желание служить Господу, проявлять инициативу, делать что-то для Господа, должно быть выражением нашей любви к Нему, нашей преданности к Нему, нашего смирения пред Господом и понимания, что глупо нам будет растратить пустую свою жизнь на этой земле, имея призвание от Господа. И поэтому, когда Петра происходил этот процесс взросления, конечно, он испытывал разные чувства и был движим разными чувствами. И не всегда эти чувства, быть первым, были правильными в его жизни. Но Господь учил его, Господь наставлял его, Господь менял его характер, он становился другим человеком и осознавал свою слабость, человеческую немость, чтобы полагаться на Господа. Господь дал Петру удивительные откровения. И, наверное, одно из самых удивительных откровений, которые получил Петр, это откровение, что Христос есть Сын Бога Живого. Это действительно великое откровение. И Иисус сказал Петру, что не плоть и не кровь открыли тебе это, а Отец Мой Сущий на небесах. И дальше мы видим, что Господь, обращаясь к Петру, Он показал ему также то великое служение, которое предстоит ему исполнить. И мы читаем Атфея в 16 главе 18-19 стихе. Господь обращается к нему. Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Здесь речь идет о том, что Господь дает великое обетование Петру. И это обетование касается того, что Господь создает церковь свою на этом камне. И речь, конечно же, не идет о том, что Петр является краеугольным камнем для основания церкви. Этим камнем является Господь Иисус. Потому что Петр сам по себе, он не может нести эту миссию, и он недостаточно прочен, чтобы быть с краеугольным камнем. Потому что чуть дальше мы читаем о том, что Петр начал спорить с Иисусом. Спорить в отношении того, что Иисус, говоря о своем будущем, предвестил ученикам, что он должен пострадать и умереть. И Петр начал прикословить и говорить Иисусу, да не будет это с тобой. И Иисус сказал тогда ему, отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь о том, что человеческое, а не Божие. То есть мы видим, что Петр как человек, он мог олицетворять собой голос Божий, Слово Божие передавать. Но как человек, он мог быть использован и дьяволом, не понимая, что то, что он говорит, не является Божиим. Поэтому, безусловно, когда Господь дает это обетование, что ты, Петр, на этом камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, речь идет не о Петре, как основателе церкви или как регульном камне, а как апостоле, который будет использован в том, чтобы начать церковь. И так оно и произошло в будущем, потому что Петр в день Пятидесятницы, он вышел и начал проповедовать Евангелие, проповедовать о Иисусе Христе, и три тысячи человек покаялись. И приняло водное крещение, это было моментом основания церкви в Иерусалиме. Но, безусловно, Петр никак не мог тянуть на то, чтобы стать креугольным камнем, потому что нет иного основания, которое положено, и этим основанием является наш Господь Иисус Христос. Мы видим, что в жизни Петра были и падения. Эти падения были связаны прежде всего с тем, что он не был человеком, который полагался на Бога на сто процентов. Он во многом еще во время своего ученичества, следуя за Иисусом в его земной жизни, полагался на свои силы и был достаточно самоуверенным человеком, уверенным в своих способностях и в своей силе. И мы знаем, что в его жизни был момент, когда он осознал, что сам по себе он немощен, сам по себе он слаб, и он не может надеяться на свои силы, потому что их недостаточно для того, чтобы исполнить волю Божью, чтобы быть верным Господу. И мы читаем в Евангелии от Матфея, в 26 главе, о том, когда Иисус, говоря о своих страданиях, о своей смерти, сказал о том, что все соблазнятся о нем и все отрекутся от него. И в это время апостол Петр говорит, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Подобное говорили и все ученики». И мы знаем, что хотя Петр, он уверенно говорил эти слова, хотя он думал, что на самом деле он достаточно уже силен для того, чтобы проявить послушание Господу и готов даже умереть за Него, тем не менее он ту же ночь трижды отрекся от Него. И надо сказать, что каждое из трех отречений, оно звучало громче, чем предыдущее. И это был момент, когда Петр действительно осознал свою человеческую слабость. Он осознал, что то, что он говорил, это не соответствовало тому, кем он является. Но, слава Богу, мы видим, что он смог раскаяться, покаяться в своем грехе отречения, и он был восстановлен Господом. Надо сказать, что уже во II веке, это известно из истории христианства, была целая проблема в церкви. Эта проблема заключалась в том, что часть церкви начала приходить к мнению, что нельзя обновлять покаянием тех, кто отрекся от Христа. Было много гонений в то время, вплоть до IV века было много гонений, преследований со стороны христиан, и некоторые верующие под давлением преследований, под страхом смерти, они отрекались от Христа. Это не было такое отречение, когда они переставали верить, что Иисус Господь, они продолжали верить, что Он Господь, но из-за человеческой немощи, из-за страха, из-за желания жить, они не были готовы к мученичеству, и они отрекались. И поэтому в церкви были споры и дискуссии, можно ли этих людей опять принять в церковь. И многие говорят, что нельзя этих людей больше принимать. Все, они отреклись от Господа, поэтому двери церкви для них закрыты навсегда, на веки веков. Они погибшие, они больше не могут быть обновлены покаянием. И, конечно же, когда происходили эти споры, по поводу, можно ли принимать этих людей в церковь, принимать их покаяние, я думаю, что ответ, он находился в истории жизни апостола Петра. В то время Петр, конечно же, был величайшим авторитетом для церкви, и его жизнь, она показывает, что Бог силен восстановить и поднять тех людей, которые упали, которые проявили непослушание пред Господом, совершили грех пред Господом и даже отреклись от Него. Поэтому все эти споры, конечно, они не были уместны, потому что Господь на Петре показал, что Он силен восстановить, Он силен простить и помочь тем людям, которые упали встать, только если они, конечно же, по-настоящему каются, только же, конечно, если они по-настоящему желают обратиться к Господу, Господу и осознают свою человеческую слабость и немощь. Надо сказать, что этот пример отречения, он был очень болезненным и тяжелым для Петра. Мы только видим поверхность, когда он горько плакал. Мы понимаем, что за этими слезами, внешним проявлением его печали, его покаяния, сердце человека, который действительно плакал, рыдал и каялся, и раздержал свое сердце. И мы видим, что Господь восстановил его. И когда после своего воскресения Господь разговаривал с Петром и поручил ему пасти овец его, тем самым показав, что он восстановил его в его служении, его положении, первого из апостолов, он трижды обращается к нему с вопросом, «Петр, Симон, любишь ли ты меня?» И вот интересно, что здесь он обращается к ним не как к Петру, а как к Симону, употребляя его старое имя. И трижды мы видим, что Петр отвечает, что он любит его. И Господь поручил ему пасти его овец. Мы знаем, что Господь сердцеведец. Это был тот момент, когда Господь, видя сердце Петра, и все те события, которые были в его жизни, все то, через что он прошел, он видел его человеком, который подготовлен той миссией, которая была предназначена ему. Мы знаем, что Бог использовал Петра очень сильно, могущественно. Мы читаем уже в деяниях апостолов Петра, как очень сильного человека, очень помазанного человека. Мы видим его первого, кто проповедовал Слово Божие в Иерусалиме. Мы видим его как человека, который первый проповедовал язычнику Корнилию. То есть Петр, воистину, он был подготовлен и изменен, и преобразован силой Духа Святого. Его соприкосновение и общение с Иисусом полностью изменили его. И из трости, из тростинки колеблемой он превратился в Петра, в камень, и стал человеком, который действительно явился очень большим благословением для ранней церкви, примером для ранней церкви благочестия, явлений силы и славы Божией. И он также является сегодня и примером для нас с вами, для того, чтобы мы понимали, что Бог силен и слабого, и немощного может быть человека, человека, в котором много недостатков и пороков сделать святого, праведного, сильного, помазанного, приготовленного. Бог может это сделать. И Бог хочет это делать. Но то, что является для нас примером в Петре, это то, что этот человек со своей стороны, он не был пассивным. Он не был человеком, который сидел на диване и говорил, Господи, когда Ты меня изменишь? Господи, когда я стану другим? Господи, когда Ты мне дашь свое помазание и свою силу, чтобы я мог пойти и служить? Иногда некоторые верующие именно такую позицию занимают. Они просто сидят на диване и думают о том, когда же Бог их изменит? Когда же Бог их сделает другими? Когда же Бог помажет их, когда они покажут всему миру, какие они великие и какие они сильные? Бог не работает с такими людьми. Бог не действует в жизни таких людей. Они так и будут сидеть на диване, пока они не оставят эту землю. Бог действует в жизни таких, как Петр, которые задают вопросы, которые имеют духовную жажду, которые проявляют инициативу, которые всегда хотят быть гуще событий, которые способны ошибаться и поступать неправильно, но они не могут бездействовать, они не могут и не хотят быть пассивными. Они понимают, что это их жизнь, это их время, и они не могут пропустить это время. Они хотят служить Господу. Вот с такими Господь активно работает. Вот такие люди, они становятся действительно людьми, которые наполнены Духом Святым, наполнены силой Божьей, наполнены помазанием. Мы видим еще одного апостола, который не был в числе двенадцати, но он был призван потом, это апостол Павел. Такой же характер, такой же человек. Очень похожий они с Петром по характеру, такой же порывистый человек, такой же инициативный, такой же деятельный, такой же непоседок, который не мог оставаться на одном месте, который постоянно хотел быть в гуще событий, в труде, в работе, что-то делать, чем-то заниматься. И мы видим, насколько сильно Бог использовал также и апостола Павла в служении. И причина не только потому, что он был образованным человеком, что он отличался тем, что знал греческий, греческую культуру, был римским гражданином. Это все было вторично. Первично это была его духовная жажда, его посвященность Богу, его преданность Богу, его инициативность, его желание служить и что-то делать. Вот это было основанием для того, чтобы из этого человека Бог мог сделать великого апостола-физичника. И это то, что является для нас примером. Конечно, по своему складу, по своему характеру, мы не все, может быть, инициативные, не все прирожденные лидеры, не все мы обладаем вот этими качествами, которые были у Петра, которые были у него, наверное, с рождения, но все мы можем, понимая и читая Слово Божие, приобретать то, чего не было у нас раньше. Библия говорит о нас, как о людях, которые рождены свыше, как о новом творении. И Господь желает сформировать из нас новых людей и дать нам то, что никогда не было у нас раньше. И мы понимаем, что для того, чтобы это происходило, нам нужно идти навстречу Господу и проявлять инициативу, стараться, стремиться, быть деятельными, идти навстречу, сотрудничать с Духом Святым. И тогда Бог будет менять нас, Бог будет помазывать нас, наша жизнь будет преобразовываться. Надо сказать, что и с преданием уже известно, не знаем, насколько это точно, но Петр и Павел, они были казнены в один день. По крайней мере считается, что они были казнены в один день в Риме. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен. Это был его конец, это была его мученическая смерть, это высший венец, который он получил в Господе за свои труды, за свое служение Господу. И считается, что примерно в тот же день Петр, он также принял мученическую смерть в Риме. И Петр не был римским гражданином, поэтому его распяли. Есть такое предание одного из древнейших историков христианских, Евсевия, который пишет, что апостол Петр был казнен вместе со своей женой. И что сначала была распята его жена, и Петр, естественно, наставлял ее во время того, как она была распята, ободрял ее. И затем, когда наступила его очередь, то он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Таким образом, он сказал, что недостоин пострадать, так, как пострадал мой Господь. Конечно, мы понимаем, что это уже такие исторические данные, которые не являются священным писанием. Возможно, так было. Одно совершенно ясно, что Петр, он принял мученическую смерть за имя Господа и Иисуса Христа. Он прошел свой путь до конца. Он совершил то служение, которое было у Бога для него, но вначале не все было гладко у него. Не все хорошо получалось. Не все так красиво слаживалось. Были ошибки, были падения, были неправильные поступки с его стороны, была гордость, было высокомерие, было желание выделить себя и быть первым среди всех. Но Господь работал над ним. Дух Божий работал в его сердце. И, в конечном итоге, он был преобразован, изменен, подготовлен к тому, чтобы совершить то служение, которое было у Господа для него. И сегодня мы, читая о жизни Петра, понимаем, что он был обычным человеком, но он стал необычным благодаря встрече с Иисусом. Мы понимаем, что иногда люди могут превозносить святых прошлых веков, в том числе Петра, делая ореол над этими людьми, что они были совершенны, беспорочны, что в них не было никаких недостатков. На самом деле это не так. У них были недостатки, они не были совершенны, но они учились, они стремились, они, забывая заднее, простирались вперед, и Господь менял их, и Господь делал их другими людьми. То, что важно для нас, дорогие братья и сестры, для каждого, кто присутствует сегодня на этом богослужении, Господь начал в нас свое доброе дело Духом Святым. И Он еще не закончил. Ни во мне, ни в вас. Он еще продолжает. Он еще будет делать это. И со своей стороны мы должны занять эту позицию, чтобы, подобно Петру, быть инициативными, быть активными, быть духовно любознательными, для того, чтобы эта работа продолжалась, параллельно служа Господу и совершая то служение, то призвание, ту цель, которая у Господа есть для нашей жизни. Давайте встанем сейчас и вместе помолимся. Редактор субтитров А.Семкин